МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире новости Татарстана в субботу. Добрый вечер. В студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Граблями, метелками и перчатками. Граблями, метелками и перчатками. Чем угощали и как мотивировали на главном субботнике? Где стало чище, знает Альбина Минебаева. Труды и плоды. Не только там писать бумажки разные, можно и своими руками что-то чем-то помочь. Какие деревья сегодня посадили татарстанцы, узнал Дмитрий Иринин. Звезды мирового футбола уже в Казани. Чи-чи, Колумбия, Чи-чи, Карибия. Такие сюрпризы ждали гостей парка FIFA. На его открытии побывал Сергей Хайдаров. В ответе за кого приручили? У нас рядом лес, и как бы лисы ходят. В казанском поселке сегодня массово прививали домашних животных. Об этом Анна Городнова. Лопаты, грабли и сотни мешков мусора. Сегодня в Казани массово вышли на уборку городских парков. Тут и депутаты, сотрудники госсовета, студенты, волонтеры, рабочие молодежи неравнодушны к чистоте. Как мотивировали горожаны, где в итоге стало чище? Альбина Минебаева проехала по паркам. Молодцы! Стрихнули! Ручки! Песни советские для зарядки и рабочего настроя. С 8 утра в Лицком саду. Сотрудники госсовета и депутаты. Для кого-то это даже привычно. Не была белоручкой, никогда не была. И в саду работаю. Я посадила в своей жизни, наверное, несколько сотен деревьев. Поэтому для меня это только радость большая. Только здесь собрали 600 мешков листва и мусора. Если нужно, народные избранники готовы еще раз взять грабли. Вокруг Казани, вокруг столицы столько мусора. А кто это мусорит? Не птицы же, а люди. Сколько раз вы готовы выйти на субботник? Сколько нужно, столько можно. Чтобы гости, которые приедут, видели, что здесь в самом деле живут прекрасные люди. Пока депутаты и работники госсовета работают, мы тоже не прохлаждаемся. Хотя у меня оператор точно занят уже 2 часа. Будем кормить их потом блинами. Есть его можно будет? Есть можно. Закрыв глаза. Наводить чистоту взялись во всех столичных парках. От крыльев советов до Горкинско-Метинского. Бутылки, пластика, бумага, даже одежда попадается. С мешками под завязку в Горкинско-Метинском лесу. Волонтеры и добровольцы. Главный принцип этого субботника – собрать не только больше, но и раздельно. Все это можно вторично переработать. Вы знаете, все пакеты стекла. Также у нас здесь идет отдельная позиция. Здесь у нас полностью находится пластик, а также алюминий. Мы клеим каждому участнику субботника в парках Казани наклейки, которые показывают о том, что он принимал участие и совершал уборку. За уборку положены и призы. Так мотивировали молодежь навести порядок в парках Казани. С начала апреля вывезено тысячи камазов мусора. Ликвидировано 80% несанкционированных свалок, которые были замечены с воздуха к 9 мая. Должно быть чисто везде. Огромное количество пришли студентов. То молодое поколение, которое напоказывает своим примером, как относиться к природе, как относиться к окружающей среде. В парк Горького неравнодушных к чистоте завлекали и Кубком Гагарина. Масштабно и все вместе сотни студентов, рабочих и волонтеров вычистили столичные парки. Я на здесь дома был пал чистым. В Татарстане сегодня на 2,5 миллиона деревьев стало больше. По всей республике прошла акция «День посадки леса». Коллективы, предприятия, организации приобщились к озеленению. Как Татарстан окрасился в зеленые цвета рассады, увидел Дмитрий Аринин. Дети, дяденьки и дамы из министерств, студенты, спортсмены, добровольцы. Такая сборная сегодня сажала деревья возле Казанского центра грибных видов спорта. Пришли с дочерью на этот субботник, чтобы посадить саженца Барбариса. Сам сажал и на работу всех настраивал Рустам Миниханов. Президент посадил несколько елей. Так в этом месте укоренились елей сосны обыкновенные, сосны горные, рябины черноплодные, дубы, лиственницы, каштаны и редкая в наших местах айва. Получилась целая лесная сборная из 400 деревьев. Прошло замечательно, я посадила 4 дерева, чему очень рада. Хотим, чтобы все-таки у нас как можно было больше зелени, когда гуляем в парках. Мы хотим сделать, чтобы это место было зеленой. В парке Победы для создания аллеи памяти объединились участники Союза наследников России, представители молодежной организации ДОСАВ, депутаты. Высадили полторы сотни яблонь и сирени. Мы создаем такой живой памятник, где каждое дерево посажено к какому-то конкретному защитнику нашей Родины. В сквере на пересечении улиц Кулахметова и Серова посадили два десятка яблоней. Они уже цветут. В общем, просто песня. Когда яблони цветут, всем девчонкам нравится. Че бы им цветы дарили красивым. И ты красивым! У нас все красавицы! В Матюшинском лесничестве мир краше с помощью лиственниц, сосен и пихт делала тоже сборная от школьников до прокуроров. Многие приехали с детьми, с женами, показать, как можно охранять и беречь лес. Не только писать бумажки разные, можно и своими руками чем-то помочь. В Альметьевске горожане смогли получить саженцы яблонь и груш в обмен на макулатуру, батарейки и посуду. Так город стал полдоноснее на полторы тысячи деревьев. Ажиотаж с самого утра, с 7 утра стоят. Люди ждут, когда-когда уже начнем. Замечательное начинание. И польза для экологии, и польза приусадебным участкам. В Нижнекамском районе добавили зеленых красок лесополосей, ведущей к поселку Красный Ключ. Появились 300 березок. Так как корабельный рощ у нас стареет, вот омолаживаем постепенно, постепенно его омолаживаем. Акция посадки леса прошла во всех районах республики. В ней приняли участие более 30 тысяч татарстанцев. Вместе они посадили 2,5 миллиона молодых деревьев. Дмитрий Иринин, Игорь Романов, Алина Мусина, Данил Филатов, Фотгайсим, Булат Шифигулин, ТНВ. Промониторить все бизнесы инкубаторы республики. Такое распоряжение сегодня дал Рустам Мениханов на субботном совещании в Доме правительства. Он поручил изучить эффективность промплощадок в районах и проверить, не превратились ли инкубаторы в бизнес-центры. Также Министерство экологии и природных ресурсов президент поручил создать инфраструктуру чистоты, наладить вывоз мусора в деревнях и селах. Познакомились с самым известным болельщиком из Колумбии и сыграли футбольный теннис со звездами мирового футбола. Сегодня в Казани официально открылся парк FIFA. Сотни зрителей не только оценили спортивный парк, но и пообщались с легендарными игроками. Как в Казани праздник футбола начался уже сегодня, увидел Сергей Хайтаров. Так сегодня Казань превратилась в футбольную столицу мира. Для всех гостей под стенами Кремля свои двери открыл парк FIFA. До Мундиали еще больше месяца, но Густав Альяна уже во всеоружии. Он 28 лет подряд не пропускает ни одного матча колумбийцев. Говорит, приехал показать, что трехцветные болеют не хуже нашумевших чилийцев. Кто-то говорит на испанском, кто на английском. Чаще, конечно, можно услышать русскую речь, но все до единого понимают один язык. Язык футбола. Это и есть главная концепция парка FIFA. Всех нас ждет прекрасный чемпионат. Этот парк только сделает его лучше. Я с детства болею за родную сборную Ругвая. Мы как раз в одной группе с Россией. Надеюсь, что именно эти страны дойдут до финала. Почувствовать себя настоящим футболистом сегодня есть возможность у каждого гостя парка FIFA. Вот, например, прямо сейчас мне предстоит пробить 11-метровый. И поддержка у меня мощнейшая. Ну что ж, добивать будет просто. А чтобы было еще проще, нужно представить, что вратарь, механический вратарь, который будет отбивать пенальти, это вратарь сборной Саудовской Аравии, против которой у нас состоится первый матч. Посмотрим, что из этого получится. Уж если кто-то и забивал красивые голы, так это Мичель Сальгадо. Их защитник сборной Испании Реал Мадриды лично опробовал на себе все прелести нового парка. Вместе с вратарем Рубина Сергеем Рыжиковым они даже сразились в футбольном теннисе. Стало понятно, проигрывать испанец не любит. Ну а дальше автограф-сессия с мировой звездой. Казалось, что очередь из желающих дотянется до самого Кремля. Все отлично, впечатления незабываемые, очень позитивные. Спасибо за такое мероприятие. Сфотограф хорошее, праздничное, предчувствие чемпионата, великого праздника для нашей страны. Приглашенные звезды, прежде всего, понравились. Уже успели с подыгрышами со сессиями. Ну а после автограф-сессии великий испанец вернулся в родную стихию, на футбольный газон. За свою карьеру он бывал на лучших стадионах мира. Сегодня этот список пополнился Казань-ареной. Ложи, места для зрителей, раздевалки команд, газон. Здесь прекрасно все. Казань-арена очень напоминает стадионы Германии, а они лучшие в мире. Первый матч Мундиаля на Казанском газоне пройдет уже 16 июня между Францией и Австралией. Сергей Хайдаров, Андерс Энтальцев, ТНВ, Казань. Итак, в понедельник пройдет футбольный матч Рубин Уфа. Он станет тестовым перед чемпионатом мира по футболу. Проверять будут работу самого стадиона, всех служб, технические и инфраструктурные решения. Будут в этот день ограничения и запреты. Как попасть на стадион без опозданий и без последствий? Альбина Солгараева. В понедельник с 16 часов вечера здесь все будет по сценарию предстоящего чемпионата мира по футболу. Начнут действовать и ограничения, хотя запретом их называть не стоит. Скорее, это правило поведения зрителей на стадионе и рядом с ним. В этот день на стадион лучше приехать на общественном транспорте и заранее будет действовать так называемая зеленая миля. Пешком пройти придется недолго, буквально в 800 метров. Схема движения изменится, перекроет улицы в районе Севгата-Хакима, Чистопольска и Ямашево. Запрет вступит в силу 16.00 и завершится в 10 вечера. Так, чтобы попасть на игру с собой, нужно иметь билет. Его можно получить в кассах с самого утра понедельника, бесплатно. И важный момент, паспорт болельщика не понадобится. Чтобы попасть в этот день на стадион, нужно будет показать личные вещи. Проносить с собой нельзя. Взрывчатые вещества, колющие, режущие предметы, красящие предметы, например, лак для ногтей. Также нельзя будет пройти с животными и с музыкальными инструментами. Взять с собой на стадион можно. Воду не более 100 миллилитров, зонт длиной не более 25 сантиметров. И, конечно же, на стадион в этот день нужно с собой взять и пронести хорошее настроение. Это событие бывает очень редко, особенно в Казани. И надо... ну, у нас практически весь город к этому готовился. И мелкие неудобства, я считаю, ну, это незначительно будет. Ну, потерпим. Один раз уж можно, а то такое событие для города будет. В прошлом году, по-моему, тоже было то же самое. Ну, обходились, ездили по Читаево. Мы надеемся на улучшение наших дорог. Это тоже еще один плюс в нашу копилочку. Мне кажется, чемпионат мира вообще это классная вещь. Тестовый матч станет не только для организаторов, но и для зрителей. Генеральная репетиция позволит изучить все правила поведения, чтобы во время самого чемпионата просто наслаждаться матчами. Альбина Аслогараева, Игорь Романов, ТНВ «Казань». По дороге героев в поселке Нижнее Визавей Зеленодольского района завершился автопробег Росгвардии в вахтопамяти сына Великой Победы. За три дня участники проехали больше полутора тысяч километров. Это Нижегородская область, Республики Мордовия, Чувашия и Татарстан. Как автоколонну встретили в республике, Алина Бережная. Накануне в Чувашии, а сегодня в Татарстане автопробег Росгвардии парадным маршем проходит в мемориала строителям Казанского обвода. От Нижегородской области до Татарстана за три дня автопробег вахтопамяти проехал больше полутора тысяч километров. Маршрут исторически охватывает памятные места боевой и трудовой славы. Военно-патриотическое воспитание молодежи – это главная цель. И поэтому, когда мы проводим и участвуем в этих митингах, то в первую очередь мы смотрим и обращаем внимание на школьников, студентов, которые присутствуют на таких мероприятиях. Гвоздики, венок и минута молчания. Участники акции чтут память строителям Казанского обвода. 300 тысяч детей, женщин, стариков. И всего пять месяцев на строительство порядка 400 километров оборонительного рубежа. Ни экскаваторов не было, ни тракторов не было. Все было мобилизовано на фронт. Только голыми руками, практически лопатами, киркой, ломами. И такие автопробеги прошли в семи округах страны. И семь автоколом посетили больше ста населенных пунктов. Алина Бережная, Мирзалюшев, ТНВ, Зеленодольский район. В преддверии празднования Дня Победы 150 казанских кадетов приняли участие в патриотическом флэш-мобе. Они выстроились в слово «Победа», а затем одновременно запустили в небо воздушные шары цветов флага России. Такая акция прошла впервые совместно с активистами ОНФ. Акция проводится первый раз. За делом на то, что хотим эту акцию сделать ежегодной. Каждый раз проводить к 9 мая. Может уже в более большом масштабе. С другими площадками, другим количеством людей и так далее. Они помогают родиться на свет и первыми знакомятся с малышами. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают акушерки. В древности их называли повитухами, сейчас акушерство – это целая наука. С теми, кто каждый день встречает новую жизнь, познакомилась Елена Веселова. Эти слова молодая мама будет помнить всю жизнь, как и еще миллионы женщин, которые прошли через роды. Первое знакомство с малышом – волнение и радость. Все эти эмоции акушерка Наталья Новикова проживает вместе с родителями. Бывает такое, что врач занят на операции, мы не успели дозвониться. Естественно, мы же женщину не бросим. Принимать роды Наталье приходилось не раз. Процесс не спланируешь, говорит она. Готовой нужно быть ко всему, работать ночью, в выходные и праздники. Не поступив в медуниверситет, не оставила мечту. Отучилась в медколледже. И о выборе профессии за 23 года ни разу не пожалела. Родив сама двух дочек, пройдя через это, через естественный род, ты понимаешь, как тяжело этим женщинам. Где-то ласковым словом ей объяснишь, скажешь, что все-таки эту боль можно продышать, потерпеть, что она не постоянно. В перинатальном центре РКБ в этом году родились почти 3000 малышей. Немного меньше, чем в прошлом. И ответственность по-прежнему высокая. Ведь у них в руках сразу две жизни. РКБ – это учреждение третьего уровня. Здесь собираются все самые сложные пациенты. Каждый день у нас проводятся по две, по три очень сложные и уникальные операции. Каждый день у нас проходит очень много сложных родов. По 20 и по 25 родов в день. И ни одна женщина не относится к группе низкого риска. Это женщины высокого риска. И поэтому весь персонал у нас настроен на экстренность. Наталья Новикова стала лучшей акушеркой в республике. Она представит Татарстан на всероссийском конкурсе. Учиться, говорит женщина, никогда не поздно. Ведь от нее зависит жизнь мамы и ребенка. И к другим темам. Лучше привить, чем потерять питомца. Ветеринары сегодня выехали в казанский поселок Чебокса. В Татарстане продолжается месячник по вакцинации. За процессом наблюдала Анна Городнова. Конечно, опасаться надо. Что там у них? Какая зараза? Бешеные лисы – частые гости поселка Чебокса. Годовалый пес Барма еще не привит. На очереди хозяйство Александра Никешина, еще две козы, кошки и голуби. Все, прививку против бешенца на год. Понял, получил тоже. Прививать питомца можно с трехмесячного возраста, раз в год. Иммунитет вырабатывается через 21 день. В поселок ветеринары приехали вот на таком новеньком автомобиле. Внутри целый врачебный кабинет. Здесь все условия. Специальная лампа, кондиционер, умывальник и даже операционный стол. При необходимости здесь можно выполнять даже операции. Мы с собачкой беспокоимся. Как бы такая важная прививка. Потому что мы гуляем в ней постоянно. Тут и собаки бегают. К полудню в ветеринарной машине съехались десятки хозяев – кошек и собак. Процедура бесплатная. И, как говорят ветеринары, нужна всем домашним животным. Ведь бешенство не лечится. Я думаю, лучше сделать, подстраховаться, чем потерять любого питомца. Когда уже проявляется клинический принцип бешенства, лечению уже это не поддается. Конечный итог – летальный исход. Мы же в ответе за тех, кого приучили. Не хотим, чтобы, не дай бог, от кого-то заболели. По желанию хозяев ветеринары выезжают на дом. Делают прививки скотине. В соседних регионах вспышка надулярного дерматита. В Казани случаев беженства в этом году не регистрировалось в последний раз. Больные лисы разгуливали в поселках Аракчино и Залесные три года назад. Риск заражения возник в Пестричинском, Высокогорском и Муслиумовском районах. Бесплатная вакцинация еще продолжается. На следующей неделе ветеринары поедут в Хиндерии и Константиновку. Анна Граднова, Шат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Целебная природа. Лекарства Алтая в Татарстане могут появиться под местным названием. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор Алтайского биофармацевтического кластера. Причина – популярность алтайских лекарств из эффекта и состава. Их делают из местных трав, злаков и молодых рогов алтайского морала. Чем цены эти природные ингредиенты, выяснял Рамиль Шайдулин. Самое зрелищное, но всегда скрытое от посторонних глаз. Спилка рогов у алтайских моралов. Это главный ингредиент пантовых ванн, лекарств и биодобавок. Мягкие молодые рога, полные крови. Считается, что именно кровь из пантов максимально быстро заживляет раны человека, улучшает иммунитет и общее физическое состояние. У нас около 2000 голов. Обязательно проходит обмен крови. То есть обязательно все сертифицировано. 18 лет. Каимская мораловая ферма работает со здравницами и аптеками. Спрос на местные панты здесь объясняют просто. Их моралы питаются только подножным кормом и дышат горным воздухом. Они не содержатся в стадных каких-то условиях, а приравненные, максимально приравненные к природным условиям. То есть они вот ходят по горам свободно. То есть и вот они у нас дикие, неручные. Рамки чистенькие, никаких этих нет. А здесь все наоборот. Дикие пчелы, ставшие домашними, помогла селекция. За годы рой стал состоять из пчел только местного происхождения. А сама пасека в бирюзовой катоне самый мирный на Алтае. 250 пчелосемей или на вскидку 20 миллионов пчел со своей собственной иерархией. В каждой есть свои вожаки и свои работяги, которые если приглядеться и сейчас заходят в свои дома, после утреннего облета на лапах нектар, который впоследствии и станет медом. Попробовать мед из липы, акации, горчицы и гречихи, а заодно потрогать мир любимых пчел сюда съезжаются со всей России. И даже из-за рубежа, говорит хозяин пасеки. И поэтому он, в отличие от конкурентов, следит как за качеством продукта, так и за добротой изготовителя. Конечно, у всех на основное всегда это идет больше меда и чтобы меньше болели. Потом уже дальше. Но те, которые пасеки занимаются еще и туризмом и немножко продвижением апитерапии, те идут первые, должны быть они добрые. В результате вкусные лекарства и качества, ставшие нарицательным. Станет ли алтайского натурпродукта больше на наших прилавках, пока нет точных цифр. Но край готов их производить отдельно для татарстанского рынка. Рамиль Шайдулин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Алтайский край. Все самое интересное и яркое в нашей традиционной рубрике «В сети» от Армана Кастаняна. Вы обидели, если у кого-нибудь спросить, у тебя сегодня настроение какого цвета? В ответ только одно. Вот такая вот неделя. Парочка интересных кадров, которые были сделаны на этой неделе в Казани. Вот, например, такой музыкальный скворечник. В нем птицы поют только в ля-миноре. Перед этим светофором каждый водитель может почувствовать себя гамлетом из одноименной пьесы Шекспира, потому что при виде его сразу же возникает вопрос – проезжать или не проезжать? Вот в чем вопрос. Вот такое креативное поздравление с днем рождения. Причем, думаю, что оно понравится всем. И человеку, кто это придумал, и прохожим, и мойщикам, которые получат деньги за то, что отмоют эту надпись. Но только не владельцу авто. Зато тебя любит же она. А в последнее время, если вы заметили, красивыми граффити пополняется наша любимая Казань. И вот еще одно готовится с нашим волейбольным клубом «Зенит», который, кстати, уже в десятый раз стал чемпионом России. Молодцы! Сначала хоккей, потом волейбол, еще футбол всех выиграли, и вообще огонь! Ну, а пока далеко не улетели в своих мечтаниях, давайте спустимся на землю. А точнее, на площадь свободы. Ведь у нас традиционная рубрика в сети с президентом. На этой неделе у президента в инстаграме не так уж и много постов. Нет и обещанных инстасторис. Вот здесь вот грустный смайлик сейчас должен быть. Рустам Миниханов поздравил волейбольный клуб «Зенит» с победой. А уже после всех татарстанцев с Днем Мира и Труда. С 1 мая! А у кого-то, судя по комментариям, мир, труд, рыбалка. Ну, друзья, надеюсь, все провели свои выходные так, как хотели. Но главное, чтобы продуктивно. Двигаемся дальше и расширяем географию. Самое обсуждаемое событие в сети на этой неделе были митинги в Армении. Казалось бы, где-где, но не там же. Причем пользователи отмечают, что это были самые мирные митинги в мире. Не будем обсуждать саму суть митинга, ее и так все знают. А я вам покажу то, что происходило интересного в это время в Ереване. Вот оно. Это митинг в любой другой стране. А это митинг в Армении. А что вы хотели? Народ никогда не грустит, даже в таких ситуациях. Далеко не уходя от митингов. Первое мае же было. И, как правило, все должны выйти с плакатами, транспарантами на улице и устроить свое родошествие. В этом году так и было. Только вот плакаты были очень такие уж интересные. Как будто зашел в интернет, вбил запрос «Все мемы этого года» и вуаля, вот они перед тобой. Все мемасики, смешные фразы были на улицах. Вот тебе и первое мае в 21 веке. Курьезный случай. Один футбольный фанат заказал подъемный кран, чтобы посмотреть матч своего любимого клуба. Все, наверное, сразу подумали, мест не было, поэтому и заказал кран. А вот и нет. Дело в том, что руководство команды запретило ему посещать стадион. Не спрашивайте, почему, понятия не имею. Но, как видите, мужчину это не остановило. А что бы вы сделали ради того, чтобы увидеть игру любимого клуба? А сейчас топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте 1 мая. Праздник весны и труда интересовал татарстанцев больше всего. Вторую строчку занимает Ютуб. Точнее, нерабочий Ютуб, который периодически не работал. Думаю, все это из-за блокировки Телеграма. И замыкает нашу топ-тройку запросов премьера фильма «Мстители. Война бесконечности», который состоялась 3 мая. Я еще не успел сходить, поэтому никаких спойлеров. И напоследок вот такой вот вам талантливый двухлетний парень, играющий на импровизированной барабанной установке, который уже покорил сердца миллионов пользователей сети. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, фотографии, видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! И на этом наш выпуск завершен. До свидания. Что ты там все читаешь, малой? Химия, товарищ старшина, в институте не доучился. И на что она тебе? Вообще-то химия – великая наука. С ее помощью, когда мы победим врага, построим будущее. Большие химические заводы. Построим у тебя студент будущее. А сейчас давай наше настоящее защитим. Опять танки поперли. Успейте воспользоваться государственной программой «Первые и семейные автомобили» в «Канафта» на «Мусина». И получите выгоду до 203 390 рублей. «Канафта». «Мусина 37-230-30-30». Почему я нравлюсь тебе? Мой крем – коллаген либридерм. Повышает упругость, уменьшает морщины и придает сияние кожи. И я вижу этот результат на себе. Коллаген либридерм доказан наукой, проверенном мной. Доступнее не будет. В автоцентре «Марка» новый японский датсун всего за 79 тысяч рублей. Узнайте подробности по телефону 4 пятерки 3 семерки. 28 мая состоится забег в ползунках. «Маленький чемпион». К участию приглашаются семьи с детьми до 3 лет. Центр гимнастики на улице Сыртлановой, 6. Организатор – газета «Гомсомольская правда». Генеральный партнер – компания «Фрутоняня». Справки по телефону 226 05 05. Спешите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Мы победили конкурентов. Бери Ниссан по старым ценам. Сигнализация с автозапуском в подарок. Телефон в Казани. 4 пятерки, 3 единицы. «Казанские ведомости». Газета о Казани и республике. Газета для дома и вашей семьи. Три разных индекса на любой вкус. А еще подписчики «Казанских ведомостей» могут подать бесплатное объявление. Кто против? Я за. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды. В воскресенье ночью и в первой половине дня по Татарстану местами ожидаются дожди. Ночные температуры стали выше. Подробнее о погоде после интересной информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер. Город Казань. Улица Восстания, 23. Телефон 2. 167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево до 17 градусов выше нуля ожидается переменная облачность. На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также переменная облачность и плюс 19. На севере республики Менделинске, Агрызи, Менделеевске плюс 17-19 облачной погоды с прояснениями. А вот на северо-западе местами ожидаются дожди. Столбики термометров покажут 18 градусов выше нуля. Переменная облачность на юго-западе республики. Тут очень тепло до плюс 23. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыши облачная погода с прояснениями и 20 градусов тепла. Новая неделя начнется с солнечной и сухой погоды. Спонсор показа ООО «Челны Кировец» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кировец». Производит продажу тракторов К-700, К-701 и запасных частей к ним. На предприятии «Челны Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору «Вторую жизнь». Катаракта. Пора забыть о ней навсегда. Только сейчас. Лечение катаракты за 37 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз» 273-17-17. Старейшая частная офтальмологическая клиника «Третий глаз» приглашает всех желающих для проведения всесторонней диагностики и необходимого лечения с использованием новейших моделей офтальмологического оборудования. Рады вам помочь. Адрес – Казань, улица Спортивная, дом 3. О погоде в столице. В Казани будет тепло, плюс 19, 21, осадки не ожидаются. Ветер южный, порывистый, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров артудного столба. Влажность воздуха 47%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в круг близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова